Благоприятные условия для жизнедеятельности большинства паразитов – это теплая, но влажная погода. Именно такие метеоусловия на территории Брещины сохраняются не один день. А потому совсем не удивителен тот факт, что все больше берестейцев обращаются за помощью к специалистам по вопросам борьбы с такими животными и насекомыми, которых чаще всего называют паразитами. Мухи, комары, мошки, муравьи, тараканы и даже клопы все чаще не дают спокойно жить и работать. Все вот эти насекомые, они переносчики многих инфекционных заболеваний, такие как тараканы, муравьи, ползают по отбросам, затем могут питаться пищевыми продуктами, которые находятся на столе и переносят инфекционные заболевания, особенно гепатит, дизентерия и так далее. Другие, как, например, клопы или блоги, те наоборот, это кровососущие насекомые, тоже они переносят инфекционные заболевания, но нападая на человека, они тоже вызывают, во-первых, беспокойство. Хлопы не дают даже ночью спать, когда кусают, раздражение идет, беспокоят и тоже наносят, можно сказать, моральный и такой дискомфортный эффект. Широкий ассортимент химической промышленности, а также богатый арсенал народных методов позволяют бороться за права на жилплощадь против этих вредителей и самостоятельно, но можно обратиться и за профессиональной помощью к сотрудникам Центра гигиены и эпидемиологии. Подобный алгоритм действия уместен и в случае заражения гельминтами. Летом через немытые руки, а также фрукты и овощи, они с легкостью попадают в организм человека и справиться с этой напастью без совета врача крайне сложно. Глисты это не безобидные, скажем так, нахлебники, которые живут в нашем организме, они вызывают ряд национальных нарушений, в том числе снижение иммунитета, нарушают естественную микрофлору кишечника. Симптомы заболевания могут быть самыми разными. От диспектических явлений, то есть дискомфорта в животе, болей в животе, могут быть запоры, поносы, беспокойный сон и отсюда все вытекающие последствия. То есть у человека развивается хроническая усталость. Еще одна летняя опасность – клещи в этом году особенно активны. От их атак уже пострадало почти в 4 раза больше людей, чем в прошлом году. И каждый такой укус без принятия должных мер может привести к серьезным последствиям в виде заражения лаем, баррелиозом или клещевым энцефалитом. Широкий ассортимент репеллентов, приемлемых и для взрослых, и для детей, имеется в наших аптеках в торговой сети. Нужно пользоваться ими, отправляясь на прогулку в лес, на работу на дачный участок. И это при правильном применении достаточно надежная гарантия защиты от этого насекомого. Если средства профилактики не помогли и вы все же стали жертвой этого коварного членистоногого, то за помощью стоит обратиться к специалистам. Снять паразита можно и самостоятельно, а вот принимать меры по профилактике заболеваний, которые он переносит, можно только после консультации врача и проведения лабораторного анализа.